МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех, кто верил в это и делал все возможное, чтобы аграрии могли получать стабильные урожаи, сокращать затраты и сохранять почву для будущих поколений. Задача, конечно, была сложной. Чтобы достичь ее, 10 лет назад объединилась группа единомышленников. Это были агрономы, инженеры, экономисты. Сегодня это общество с ограниченной ответственностью техника. Изначально мы ставили для себя сдачу не продавать технику, а продавать технологии. Для нас было важно не продать какой-то отдельный блок, а продать комплекс машин. По некоторым машинам мы были действительно первые в области, а в некоторых случаях даже первые были в регионе. Начинали на энтузиазме, на большом желании работать с техникой, работать с сельхозпредприятиями, потому что по образованию я инженер-механик, сельхозакадемия. Стоять на месте нельзя, потому что, во-первых, есть такое понятие, как конкуренция. Есть некий идеал европейского дилера, к образу которого мы стремимся. Мы очень много ездим в заграничные поездки. И вот сейчас ездили, да? В Европе, в Америке, в Канаде были. Мы с вами понимаем, что Россия по технологиям, по машинам, она чуть-чуть немножко отстает от Европы. Но мы с удовольствием перенимаем их опыт и внедряем здесь, в Россию, непосредственно в Кировской области. Год за годом на полях начала появляться современная техника. Мы тоже следили за этим процессом. Открываем архив. В 2006 год на полях племзавода Мухинский и колхоза Искра широкозахватный посевной комплекс «Барго» трактор «Челленджер». История такая давняя. В 2005 году ездил на выставку в Москву. Долгой ходил около трактора, гусеницу погладил. Так по себе подумал, никогда мне брат тебя не купить. И в 2006 году мы его купили. Залезли, кредиты взяли. Все, конечно, сомневались. Долгов было много. И вопросы были. Купили трактор. Когда он вышел в поле, когда в день там сделал больше 200 гектаров, обработал земли, вопросы сразу у всех отпали. Убрали весь гусеничный парк. Потому что он, собственно говоря, заменил всех. Когда начали сев зимой ржи, мы полторы тысячи гектаров посеяли. То есть он обработал почву и посеял один-полторы тысячи. Такие в короткие сроки. В течение многих лет проводилась учеба. Она стала постоянной. На встречах, семинарах аграрии знакомились с современными технологиями. Что же было для команды критерия в выборе ее? Машина и земля – это некий симбиоз, можно сказать. То есть постоянное взаимное развитие. И наши партнеры, я с гордостью говорю, что мы дилеры компании «Хорж». Потому что это семейное предприятие, которое производит машины именно для почвозащитного, сберегающего земледелия. Во влажных условиях именно «Хорж» позволяет раньше выйти в поле и провести качественный посев. И эту точку зрения подтверждает агрария. За прошедшие годы мы побывали во многих хозяйствах и на семинарах. Убедились в этом. Этим летом снимали на поле в бывшем фальонском хозяйстве колхозе имени Кирова. Теперь это поля полемзавода «Новый». Агроном поясняет, земли невыровненные, обработаны небрежные. Сеялка «Хорж» дает возможность изменить ситуацию. Хорошая сеялка. Очень уравняет. Семина заделывает хорошо. Угрожай, наверное, получше. И вообще, эта сеялка и в транспортировке на любое поле мы можем на ней переехать. Мы даже бы не против, если бы нам Сергей Александрович купил еще одну такую селку. Очень нравится нам она. Вот два ряда дисков, которые идут спереди, готовят землю. Вот они очень-очень хорошо мульчируют, особенно солому и все такие остатки. И точность высева, точность соблюдения нормы высева, вот это очень серьезно. Потому что в нынешнем году мы нигде не сеяли больше двух центнеров. Полтора, там 1,8, 1,7. То есть в миллионах это на 4 выходили. То есть не удобряете семенами. А зачем? И потом количество сходов уже совершенно другое, на квадратную метру. Наша почва начинает привыкать. Для нее удивительно, что такая техника пришла. Она еще балдеть начинает. Селки Хорш показали в этом году очень хорошо. Посевы после них ровные, равномерные. То есть это, ну, очень хорошие сходы были. Что сеяли Хорш? Ячмень, овес, пшеницу. Самое главное, чтобы хороший сервис. И сейчас при подборе техники мы всегда ориентируемся на то, определяющий фактор является то, что есть здесь хороший сервис в нашем регионе. Ну, у техники вот есть вот это. У них есть сервис. У них есть сервис. Они воздеваются. Если сравнить даже 3-4-5 лет назад, что было, то что сейчас, конечно, они воздеваются. Они молодцы. Не секрет, что для наших крестьян, для наших всех хозяйств, для наших клиентов это каждый час, каждая минута простой. Это оборачиваться в конечном итоге либо убытки, либо недополучная прибыль. Есть сервисная служба, инженеры-механики наши. Они у нас выезжают на место. Что-то, как часть звонков, естественно, обрабатывается по телефону. Помогаем. Советуем тебе. Да, что-то советуем сделать, что-то помочь. Если гарантийная машина, то, естественно, сразу же стараемся выехать, в кратчащие сроки что-то сделать, чтобы машина не простояла. Для этого у нас созданы определенные условия. То есть есть склад запасных частей площадью 120 квадратных. Да, в которой мы сейчас находимся. На нем хранится более 10 тысяч наименований запасных частей. Также есть открытая площадка для хранения крупногабаритных запасных частей. Есть складские программы, которые позволяют в онлайн-режиме отслеживать количество запасных частей на нашем складе, на складах наших поставщиков в Европе, в России. Что, конечно, существенно облегчает работу, позволяет в короткие сроки привозить запасные части. То есть в сезон, если запасной части нет у нас на складе, то стараемся привезти ее в течение 24 часов. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью техника постоянно проводят Дни поля. Нынче он состоялся летом в Орловской агрофирме «Новый путь». Здесь была представлена пассивная, кормозакотовительная техника, уборочная. Принцип один – производительность, качество. Мы давно работаем с этой компанией, так что часто, каждый год покупаем эту технику. Большой интерес вызывают у аграрии в кормо-уборочный комбайн «Нью Холланд» и зерно-уборочный комбайн «Нью Холланд». Хорошая машина. В чем она вам нравится? Надежная, высокопроизводительная. Мы ее уже третий год на полях используем. Дает хороший результат и по урожайности, и по обслуживанию. Во-первых, очень нравится, потому что фирма реагирует моментально на все эти неисправности. Я вообще работал на «Ниве», на «Доне» работал. С этим комбайном, конечно, не сравнить с теми-то комбайнов. Здесь все, и кондиционеры, и обмолот лучше, и очистка. И производительность. Производительность, конечно. Жарко сколько метров? Девять метров. Преимущество в производительности, да? Да, конечно, очень большое. Ну вот сколько вы за день можете, вот если хорошая погода, влажность, не такая уж большая, сколько? Что там? Скажите, как урожайность идет, на Ваш взгляд? Рожь у нас вышла под 38, а еще минимум где-то под 40. Ну это хорошая урожайность ведь. По нашим землям отлично. Да, ну повезло Вам немножко. Да, под старость-то, повезло. Из года в год получает высокий и стабильный урожай маломышская агрофирма «Савалии». Чтобы убрать вовремя до осенних дождей и холодов, необходима высокопроизводительная техника. Практически у меня было 700 гектаров нагрузка на комбайн. Это очень много. Тем более, ничего, это и подгон есть. В советские времена это 100 гектар на комбайн говорили, а тут 700 вот. Хотя они больше и производительнее, конечно. Но все равно вот еще даже один комбайн мне вот такой надо. Но прежде чем купить, я, конечно, смотрел, выбирал у кого-как и отзывы. Ну сказали, что не холод 80-80. Ну один из лучших комбайнеров. На самом деле техника дорогостоящая. И мы, как компания-дилер, пытаемся найти наиболее выгодные схемы приобретения этой техники для наших партнеров. Наряду с кредитными программами банков, в которых мы участвуем, мы предлагаем также лизинг. Причем лизинг от производителя. И вот одно из самых интересных решений сегодня, которое мы предлагаем, это лизинговые проекты от компании DLL Leasing. Это известная международная компания, которая финансирует в первую очередь технику New Holland. То есть это партнерская компания корпорации CNH, производителя New Holland. И она дает наиболее выгодные схемы покупки этих машин. В комплекте с тракторами, с комбайнами New Holland мы также можем поставлять технику других брендов единым проектом. И все эти машины, они финансируются. Очень низкая ставка по удорожанию, процентная ставка годовая. Достаточно большой выбор по сроку лизинга. Удобный график платежей в зависимости от возможностей хозяйства. И вот каждый год у нас порядка 10 проектов лизинговых. То есть клиенты... Это недавно? Мы с самого начала деятельности нашей компании стали работать по лизингу. Ну вот конкретно с компанией DLL Leasing мы сотрудничаем 3 года. И вот с ними, наверное, порядка 20 единиц техники уже поставлено. Участников Дня поля ознакомились с технической документацией. Подводили итоги и говорили о будущем. Трудно представить, вот если бы не было таких компаний, подобных компаний техники, которые нам, так скажем, показывают путь, как нужно развиваться. То есть вот эта техника основополагающая является для развития сельского хозяйства. Я в очередной раз скажу, Дмитрий, что вы молодцы, так скажем, да, что получили такое признание у нас. Но и от вас требуется дальнейшая такая конструктивная работа, с которой мы связываем свое будущее развитие сельского хозяйства в Кировской области. Получаешь удовольствие от того, когда машины, которые ты поставлял, которые работают у твоих партнеров, они действительно позволяют получать прибыль. Они эффективны в работе. И вот наши уважаемые клиенты, такие как Плинзот, Октябрьский, Красное Знамя, Мухинский, это действительно лидеры агробизнеса региона. Они имеют самую высокую урожайность по зерновым. Они имеют самую низкую себестоимость зерна. У них самые высокие показатели в животноводстве. Это наши клиенты. У них работает наша техника. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы смотрим уверенно вперед. Мы постоянно находимся в поиске новых машин, новых технологий, чтобы наши клиенты продолжали быть лучшими в своей отрасли, снижали свою себестоимость, свои затраты и становились более высокоэффективными, становились богаче. В этом году вятские аграрии получили на зерновом поле 24,7 центнера. В Волговятском регионе по урожайности зерновых у нас второй результат. Впереди только Пензенская область. За нами хозяйство Татарстана и Башкортостана. Словом, рождает вятская земля, где работают современные технологии, где есть понимание жизни почвы и растений. Своё значительное слово повышение урожайности сказали и те, кто предлагает технику 21 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok